Зубочевский пруд снова залили стоками. Буквально год назад жители деревни столкнулись с подобной проблемой. Тогда виновником оказался водоканал. Из-за порыва коллектора стоки сливались на рельеф и попадали в пруд. На устранение последствий потребовалось немало времени и сил. Загрязненную воду откачивали, потом ждали, когда пруд очистится естественным путем. А в начале лета запустили в него мальков ценных рыб. Зеркального карпа, белого амура, линия. Все лето жители оберегали новых обитателей водоема. Не разрешали никому здесь рыбачить. Но осенью Зубочевский пруд снова постигло несчастье. Уже 6 сентября о резком химическом запахе от воды старости деревни Александру Савичу сообщили сами жители. В 6 часов утра на следующий день пришел сюда. Рыба плавает поверху, глотает воздух. Хлористый запах. Пошел по ручью, дошел до СНТ «Елочка». По Ярославке, не доходя Лукоиловскую автозаправку, там из-под земли бьет, так скажем, родник. Белая вода, такой примесь пахнет хлоркой. После того, как жители сообщили о проблеме, сотрудники отдела экологии администрации округа обследовали территорию и обнаружили утечку на сетях МУК «Водоканал» в районе деревни Наугольное. По выявленным фактам администрации округа направлены письма в Министерство экологии Московской области и Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Всегда одна и та же большая проблема в городском округе. У нас прорыв на сетях. Здесь все то же самое, ничего нового у нас нет. Два прорыва на сетях водоканала. Эти два прорыва обнаружены. Это вот те потоки, которые идут на сторону ПМК, со стороны Скоропусковского. Значит, обнаружены два прорыва. Водоканал ими уже занимается. 13 сентября бригада водоканала вскрыла грунт и установила муфту на месте утечки. В ближайшее время коллектор запустят с помощью насоса и уже после пуска определят, достаточно ли этих мероприятий для устранения аварии. В это же время Управление экологической безопасности выявляет причину появления химически активных примесей в бытовой канализации, которая не рассчитана на такие нагрузки. Планов по повторному зарублению водоема у администрации пока нет.